Давайте, допустим, мне девочка нравилась, и вдруг появляется футбольчик в моей жизни. Вы слушаете 6+, подкаст-мост между тем, что взрослые называют реальностью, и тем, как дети эту реальность воспринимают. В каждый выпуск мы разговариваем о чувствах и эмоциях, учёбе и хобби, любви и будущем. Дети здесь говорят открыто, а мы показываем, что их голос важен. Меня зовут Женя Тельченкова, мне 27 лет, мои соведущие Кирилл, ему 11, и Нина, ей 8. Ребята, привет! Здравствуйте! Партнёры этого сезона. Федеральная сеть детских садов и клубов раннего развития. Бэйби-клуб и парк развлечений «Сказка». Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Сегодняшняя тема достаточно популярна во все времена. Огромное количество песен, стихов, творчества разнообразного посвящено именно этой теме. И это, конечно, любовь. Про чувства это сегодня будем говорить не только в рамках отношений с родителями, не только в рамках отношений братьев и сестёр, а вообще как некого человеческого культурного феномена. И, опять же, да, самое стандартное, с чего хочется начать, обыденное. Что для вас это чувство значит? Как вы понимаете, что это любовь? И как вы вообще чувствуете это внутри? И как вы можете определить, что это вот оно? Любовь — это вот когда ты кого-то увидел. Первое встречное, что ли? Нет. И учёные доказали на то, что влюбиться пацану нужно 8 секунд. Пацану или мужчине, или без разницы? Мужского пола человеку. То есть вы за 8 секунд уже понимаете, что вот он, этот человек, вот эта девушка. Ага. А как ты понимаешь, что это именно любовь, а не влюблённость? Потому что для меня это всё-таки разные термины и разные состояния. Или для тебя это одинаковые чувства? Влюблённость — это безответная любовь. А любовь ответная? Да. Ага. Спасибо, Кирилл. Нина, что скажешь ты? Любовь для тебя — это? Для меня любовь, можно так сказать, это всё. Любовь — это всё? Ну да. А как ты её внутри себя ощущаешь? Даже не знаю. Ну, есть такое, что там бабочки в животе, сердце замирает, тревога появляется? Или просто это какое-то огромное чувство тепла внутри? Чаще всего у меня появлялось... Ну, я часто куда-то торопилась. В этот момент такая, хопа, любовь пришла ко мне, сердце на голову рухнуло. Это так было в твоей жизни? Иногда было так. Вау, то есть ты такая бежишь по жизни к своим целям и задачам, и вдруг ты останавливаешься об любовь. Ты бежишь в школу, уроки начинаются в 8.30, ты бежишь в 8.29, и вдруг любовь ударяет с сердца. Да, внезапно настигнула она и поселилась во мне. А вообще-то улицы пустые, это ты в воздух влюбился. Ну, действительно, можно же влюбиться и в природу, и в красивый закат, можно влюбиться в музыку, можно влюбиться в талант, можно влюбиться в какой-то предмет и в какое-то искусство. Но давайте вот здесь немножко остановимся, потому что я всё-таки хочу прояснить. Симпатия, влюблённость, любовь — это разные для вас оттенки чувств? Или это что-то такое непонятное, пока ещё неопределённое, и вы сами не знаете, в чём разница? Ну, влюблённость, я сказал, симпатия — это когда ты ещё никого не любишь, ну, типа, симпатизируешь. То есть ты красивая. Типа комплиментов, да? Ну да, только комплименты делаешь, но не любишь. А как вы вот думаете, есть такая теория, что любовь настоящая, она безусловна. То есть ты любишь не за что-то человека, а просто за то, что он есть. А про симпатию как раз-таки, да, и про какую-то влюблённость говорят, что у этого всегда есть причины. Например, можно любить человека за характер, за его, опять же, талантливость в чём-то. А любовь вот настоящая, она просто так у нас случается. У меня есть близкая подружка, Павла её зовут. Она рыжая, она живёт рядом со мной. И мы с ней где-то дружим уже пять лет, и я её как-то начала больше любить, именно по-дружески. То есть бывает так, что на тебя прям любовь сваливается, да, откуда-то с небес. А бывает, что она вырастает в отношениях. То есть через какое-то время вы проходите какие-то сложные или приятные моменты, и она разрастается с годами. Да, мы ходили вместе с ней в бассейн, на танцы, даже иногда ходили с ней гулять в кафе. И только уже через познание друг друга, через какой-то такой интерес, взаимные вложения, появилось вот такое сильное чувство, да, дружеское. Здорово. Знаешь, есть ещё тут такой нюанс, и мне очень хочется с вами его обсудить. Я очень часто сейчас в своём возрасте боюсь таких сильных чувств, любви, привязанности, потому что в моём возрасте уже есть какой-то опыт негативный, когда это приводило к каким-то там обманам со стороны людей, предательствам. Но когда я смотрю на детей, мне кажется, что у них страха любви как такового, что им сейчас разобьют сердце или что такое произойдёт, вообще нет. Мне кажется, что как раз-таки у младшего поколения можно учиться вот этому безумству и бесстрашию в этих чувствах. И тогда вопрос к вам логичный, исходя из такого некого моего опыта. Было ли вам когда-нибудь страшно полюбить человека, открыться ему, довериться, как-то сближаться? Причём неважно, это какие-то такие романтические отношения или это просто дружеские отношения. Не страшно, что могут обмануть, предать, как-то не оправдать доверие? Было такое? Да. А как вы тогда переживали вот некое такое разочарование, возможно, в человеке? И вот это неоправданное доверие лично меня сильно ранит всегда. И мне кажется иногда даже, что, ой, проблема возможна во мне, может, я была в розовых очках и идеализировала человека. Но потом понимаешь, что нет, и как бы у меня были все основания располагать к нему своё сердечко. Как у вас это происходит? Вот когда вы понимаете, что вы доверили свои чувства не тому человеку? Он начинает чаще всего делать что-то тебе назло. Если ты ему доверился и рассказал свой самый главный секрет, этот человек может рассказать любому, кому он захочет. И это вообще недоверие. Ну, то есть какие-то сплетни за спиной распускать и трепать какие-то личные ваши переживания по сторонам. Да, бывало такое. А у тебя, Кирилл, что это был за опыт такой? Ну, я могу сказать, я разочаровывался в людях много раз. А с чем эти разочарования были связаны? Что они такого делали, что ты понимал, что этот опыт как-то не про светлые переживания в моей жизни? Да по приколу я в них разочаровывался. Потом всё равно мирились. Какая разница уже? Так это ссора или разочарование тогда? Разочарование просто. Из ниоткуда появился сон, приснился, тушно тебе предаст, и ты разочаруешься в нём. А потом ты только понимаешь, это же сон, блин, это нереальность. Вот это я тупой. И приходишь с ним мириться. Получается, это некая такая тревога, да, и страх, что тебя могут обмануть. И ты такой, о боже, всё, меня обманывают. Такая реакция. Мне сегодня приснился сон, как я еду на маршурске с другом. Я засыпаю, а он нет. И я просыпаюсь в другом городе, а его нет рядом со мной. Он ушёл. То есть кинул тебя, да, в этой ситуации? Какое у тебя богатое воображение и фантазия. Ага, ну с этим разобрались, хорошо. У меня было такое. Мне один мальчик нравился из моей предыдущей школы. И я, когда обижалась на него из-за чего-то, я такая, не, ну чё мне скучно, я с девчонками не играю, чё с ними играть, они в амунгасы играют. Пацаны там все носятся. Мне оставалось одно, просто начинать дальше его бесить, и всё. Ага, то есть это такая некая месть, что он не делает так, как ты хочешь, и всё. Теперь и ты не будешь быть адекватной. Смотрите, мы уже поговорили о том, как вы чувствуете любовь, но, конечно же, хочется узнать о том, как вы понимаете, что вас любят. Вот что это за критерии, возможно, или что это должны быть за поступки в вашу сторону, чтобы вы поняли, о, это любовь, этот человек обо мне заботится, ценит меня, и вот... Вы сами ответили на этот вопрос. Он начинает о тебе заботиться, всё время за тобой ходит. Ну это, знаешь, напоминает больше сталкинг какой-то, когда постоянно за тобой. Он, типа, смотрит, как ты играешь, хотя ты, допустим, переписываешься с другом, а он смотрит. Это уже страшно. Ну это правда очень не похоже на любовь, то, что ты сказал. Да, это в классе у нас было буквально. Ага, ну хорошо. И всё-таки давай к здоровой любви, к здоровым чувствам. Вот ты рассказал, да, о том, как чувства могут проявляться не экологично, даже токсично. А как всё-таки понять, что ты любим? Тоже как бы есть пример. У нас с первого класса были девочка и мальчик, и они дружили, любили друг друга. А потом он один раз не написал ей, и они расстались. Угу. Это трагедия была. Вот такая есть история. Нина, поделись, как ты понимаешь, что ты любима? Что тебя любят? У тебя чаще всего спрашивают, хочешь ли ты этого или нет, проявляют тебе заботу. Чаще всего делают что-то за тебя, но это уже прям такая зависимая любовь, именно когда за тебя что-то сами делают. Типа с ДЗ помочь это зависимая любовь, да? Ну, это уже смотря кто. А если мальчик поможет? Не знаю. Бывало то, что он потом ещё оставался, и мы разговаривали. А бывало какими-то с другим человеком, любым другим, что он помог, помог разобраться и всё. Ты когда говорила, отвечала на этот вопрос, ты назвала помощь какую-то, как язык любви твой. И есть даже такая психологическая теория, где считается, что у каждого какой-то ведущий типа языка любви, как он понимает, что его любят, и как он эту любовь свою проявляет. И вот там в этой теории есть пять пунктов. Первое — это слова, когда там человек говорит «я тебя люблю», да, комплименты, что ты мне дорог. Как время, которое он тратит на тебя, и присутствует просто в твоей жизни, проводит с тобой какие-то свои праздники, досуг, или просто находится рядом в тяжёлое время. Подарки, как вариант, и ещё помощь, вот, например, в домашнем задании, да, как вы сказали, или в чём-то другом, что нужно и важно. И, конечно, прикосновения, там, объятия, подержать за руку и какие-то там поцелуйчики. И если вот придерживаться этой теории, что для вас ведущий язык любви, как вы думаете? Ну, обниматься я люблю только по редкости, ну, разве что только близких. По поводу целовашек, когда мне приходила подруга, мы с ней сами прятались под лестницей, чтобы меня папа не зацеловал. Он тактильный, да, человек в общей семье? И вот, на самом деле, это же очень сложно, когда близкие люди имеют какой-то другой язык любви. И у меня вот как раз, ты рассказала про папу, была история в детстве, когда я ему в подростковом возрасте выкатила такую претензию, что ты вот меня совсем не знаешь, ты меня совсем не любишь, ты меня не интересуешься, ты мало времени со мной проводишь. И он тогда сказал, что мне достаточно что-то просто есть, ты просто рядом, и когда я вижу что-то дома, я уже счастлив, и я испытываю то самое чувство теплоты, и я тебя очень люблю, и для меня достаточно быть просто рядом и быть для тебя защитой. Я тогда не поняла его, и, если честно, не особо ему поверила, мне казалось, что это какая-то отмазка, что на самом деле он просто безразличен ко мне. Но вот сейчас, когда я там выросла, и уже сама работаю, устаю, я понимаю, что я стала такой же в проявлении любви, как он, и для меня просто нахождение человека рядом, даже если он просто пьёт чай, а я сижу там, занимаюсь дальше работой, это такое наполнение по умолчанию проявления какой-то близости для меня. И для меня время, которое мы выбираем провести вместе, сейчас стало ведущим языком любви, как у папы в своё время. И сейчас могу понять его, что иногда бывают моменты, когда мне вообще не хочется никого слышать, никого трогать, просто оставьте меня в покое, но будьте рядом. И вот эти языки любви говорят, что они меняются, и у нас особенности поведения меняются, чувства наши меняются. И вот ты сказала, что у отца тактильность, ведущий какой-то такой язык. А у близких других как вообще проявляется вот это чувство, потому что про папу всё понятно, а про остальных? У меня мамина бабушка, она проявляет свою любовь, хоть она и живёт в Москве, но она всё равно проявляет вот такую любовь. Она хоть и редко нам звонит, но как только она к нам приезжает или мы к ней, то она сразу нас заваливает сшитыми игрушками, одеждой. И вот так она всю свою любовь к нам выражает, да? То есть через подарки. Для неё подарки — это и есть вот такой способ выразить свои чувства. У меня, кстати, тоже была такая бабушка, которая через подарки выражала. У тебя, Кирилл? У меня бабушка, вот я как понимаю, что бабушка на меня не обиделась, она меня любит больше всех на свете, это на открытке мне ватсап присылает. Каждый день. А там есть какие-то красивые слова? Да. Вот меня, допустим, 14 какого-то месяца поздравили с Днём Левшей. Бабушка, спасибо тебе большое. Это очень мило, получается, что тут и время, да, и слова, и какое-то такое внимание, всё в одном действии выражено. Классно. У меня вторая бабушка проявляет вот такую любовь, что она каждое утро присылает открытку, типа, с добрым утром, с добрым вечером, с Днём Ангела Оли, с Днём Ангела Веры. Ну, всё равно, это же моя мама Оля, моя сестра Вера, она мне отсылает, хоть это и не мои праздники, но всё равно отправляем. То есть, получается, она постоянно эмоциональная и мысленно подключена к заботе о вас, постоянно в её мыслях вы присутствуете, и она так вот проявляет свои чувства. Да. Ценности, привязанности. Это похоже, мне кажется, на бабушек в целом, в общем. У меня тоже есть такая бабушка. Хорошо. И, Кирилл, как же ты проявляешь любовь? Смотря к кому. Ну, можешь в свободной форме поделиться, кому и как. Мама, папа. К маме я, ну, обнимаю её, а если она злая, то я прячусь где-нибудь под кроватью, потому что я боюсь. Что-то я устала. Может, отдохнём и поиграем? Хорошо, Нина. Во что сыграем сегодня? Давай слова. Я первая. Помидор. Это та игра, где нужно называть слово на последнюю букву? Да. А редис? Тебе тогда на С. И как насчёт усложнить, чтобы называть только овощи? По рукам. Салат. Тебе на РТ. Хм, тыква. Тебе на А. Авокадо. О, получается, мне на О. Огурец. Тебе на С. Есть такое овощи из овощей? Цветная капуста. Получается, мне нужно на А, да? Расцветная капуста. Да. Угу. Кажется, я готова сдаться. Пусть в этой игре сегодня победила ты. Так уж и быть, признаю своё поражение. Даже взрослые не могут знать всё на свете. Это нормально. Задача родителей – направлять детей, поддерживать их тягу к знаниям и вместе строить открытый доверительный диалог. В этом мамам и папам помогает партнёр нашего подкаста – федеральная сеть детских клубов и садов для современных детей. Бэби-клуб. Здесь родители могут узнать всё самое полезное в воспитании и развитии своих детей, а малыши получат навыки, необходимые для счастливой и успешной жизни. В Бэби-клуб родителям помогут бережно развивать интеллект ребёнка, раскрывать его таланты и способности, а также воспитывать нравственные ценности. Малышам помогут развивать речь, логику и креативность. Учат основам коммуникации и другим навыкам, которые помогают познавать себя и мир в увлекательном формате. А родители получают информационную и психологическую поддержку от педагогов. Сегодня Бэби-клуб – это более 180 заведений в России и Казахстане, собственная методика обучения, разработанная с ориентиром на лучшие мировые практики, а также база сильных знаний и постоянная связь с родителями. Позаботьтесь о развитии своего ребёнка уже сейчас. Переходите по ссылке в описании подкаста и записывайтесь на пробные занятия в ближайший Бэби-клуб. И вот, знаете, в прошлый раз мы говорили о том, что в семье конфликты – это нормально, и в отношениях близких конфликты – это нормально. И как вы внутри себя размещаете вот эти такие разные чувства? Потому что вот когда вы в ссоре, вы можете злиться, бояться. И когда вы в другом состоянии, ваши близкие в другом состоянии, вы сразу наполняетесь любовью? Или вам нужно взять некую паузу, оттаять, успокоиться и, как, не знаю, краб из своего панциря, постепенно выбраться? Я практически всю жизнь в ссоре, потому что ещё в интернете я ссорюсь с кем-нибудь, в школе я ссорюсь с кем-нибудь каждый день. Поэтому я не знаю, как я должен успокаиваться после этого. Но любовь-то живёт в твоём сердце? Да, естественно. Ну, значит, ты справляешься? Возможно. Тогда, раз мы говорили о том, что и мы любим людей, и они нас, вопрос самое запоминающееся какое-то действие по отношению к нам или от нас, которое было про чувства такие. Вот что такого в вашей жизни случилось, что вы прям переполнились радостью или какими-то яркими эмоциями и запомнили вот какой-то такой поступок чуть ли не на всю жизнь? У нас в классе девочка, она в прошлом году, получается, я был в четвертом классе, и ей нравились все мальчики в классе. Она сначала подкатывает к одному и такая «Привет!» и берёт его за руку. Это было в моих глазах? Я офигел! Это было для тебя шоком и неожиданностью, и поэтому, да, ты так запомнил? Да, да, да. Потому что на фото она стояла как партизан. Ага, то есть ты не ожидал, да, что там такая нежная, чувственная натура внутри? Да. Под шкурой партизана. Слава богу, ко мне она не подходила. А, нет, подходила. Она относила мой партфель в класс, когда даже я этого не просил. То есть проявляла инициативу? Угу. Ну она просто стукачка была, и её никто из мальчиков не любил, потому что мы на переменах играем. Футбольчик! Мальчики похожи на качку. Ага, и получается, что есть даже поступки, которые разбивают любовь. И вот, например, чувства к этой девушке, возможно, убились каким-то таким, как ты сказал, стукачеством. Анин, расскажи, какой такой поступок из любви, из великого чувства тебе запомнился больше всего? У нас же в школе, в предыдущей, когда я ещё была во втором классе, мне с первого класса понравился один мальчик. Он был рыжий, с длинными волосами. И как только я пришла на пробный день, я была ещё с мамой. И я села за партой, я там уже ничего не боялась, и я вижу, передо мной сидит парень, который мне понравился уже во втором классе. Даже не во втором, а сразу. А он спал вот так, опустив голову. И как только я вижу, что он на перемене подходит к учителю и такой объясняет, «Простите, я не виноват, меня продняли». А я такая, не, ну что мне научиться у него? Ну так-то я не спала на уроках. Но во втором классе у нас была такая традиция, что именинник выходит вперёд к нашей электронной доске и ждёт пожеланий, поздравлений. И как только я пожелала пожелания, мы потом каждый кучу вот так несёмся на него. Его, кстати, звали Марк. И как только я слилась в столпе, я такая незаметно от учителя ценую его в щёку. Потому что мне Рил нравился. Ага, это был какой-то такой первый, да, твой шаг к проявлению чувств. И поэтому запомнилась. Я сейчас сижу здесь, я офигеваю. Как скучно ты живёшь? Да, как скучно я живу, да. Ну, у тебя есть чему поучиться у Нины, это прекрасно. Да. Может быть, для этого мы сегодня записываем этот каст. Мне нужно тогда телепортироваться на три года назад. И всё исправить. У меня есть ещё одна история. В общем, у меня есть друг, его зовут Костя. И как-то он был белобрысик. Я его чаще всего назвала белобрысом. То есть ты его как-то подзадевала, да, таким образом? Ну, нет. И у меня ещё был друг Лука. Лук. Он просит меня, его называет Лук на ножках. А он просто ненавидел его. Какой-то уже, знаешь, любовный треугольник как будто. Я знаю, я знаю, я знаю. Ты им нравился обоим. Я угадал? Нет. И мы празднули Хэллоуин. Я предложила маме. Она такая, окей. Она сразу позвала моего друга Костю. Это который белобрысик, да, ты сказал? А потом Лука убедился. И только он пришёл, он меня сразу завёл в комнату и сказал, Нина, как только я вырасту, ты выйдешь за меня в замок. Ого. Первое предложение, знаете ли, руки и сердце точно запоминается. А у меня там уже все гости собрались. Я сама была аниматором этой вечеринки. И у меня как бы уже все гости собрались, я должна была бежать. А мне на тот момент было наплевать, что он скажет, всё равно другого найду в будущем. Я просто не думая сказала да. Логично. И ушла после этого. И потом это узнал вот этот лук на ножках. И потом была за меня такая драка. Я так и знала, я же так и говорил, да, да, я так и говорил. Она просто находилась в отрицании. Иногда так бывает. И как только я, ну, примерно разговаривала с моим другом Костей Белобрысиком, ко мне подходил, типа, Лука и говорил, Нина, иди сюда, поможешь. Как только я подходила к Луке Косте. Нина, пойдём, Костю покажешь. То есть в каком-то смысле они перетягивали твоё внимание и боролись за тебя? Война миров. Костя versus Лука. Ага, и получается, что это такая уже история про первую ревность. Да, и у меня же, мы праздновали 2 ноября Хэллоуин. И этот был как раз день мёртвых. И пришли только 2 этих мальчика, Лука и Костя. Я перед, ну, 2 дня до праздника осталась, и я вышла на улицу, встретила вот этого Луку. И я сказала, а ты, короче, придёшь ко мне на Хэллоуин? Он такой, да. А он спросил, а кто ещё будет? Я не знала, что сказать, но я сказала и правду. Костя. И он такой, вот тогда я уж не приду. А я такая, ты, пожалуйста, потому что мне уже мама сообщила, что никто не придёт. А у меня же тогда ещё были 2 подружки, которые мне тоже помогали, как аниматоры работали. То есть у вас такая организационная команда была дома, да? 3 пацана и 4 девушки. Ну, то есть праздник удался, и благодаря тому, что они оба к тебе были привязаны, это хороший был день для тебя. Такой наполняющий, несмотря на накал каких-то страстей между вами всеми. Да. Ага, и тогда вот мы уже сказали, что любовь может разрушаться из-за сплетен каких-то, из-за разговоров за спиной, каких-то таких разрушенных секретов, которые обнародоваются без разрешения. Ревность может мешать любви. А что ещё такого в жизни может разрушить это чувство прекрасное и светлое? Ну, я сказала, сон может всё разрушить. Плохой, да, негативные дурацкие мысли в голове? Каждый день кошмары снятся. Ага, и получается, что эта история ещё про негативные убеждения и мысли. Если у нас есть какой-то опыт плохой, и мы ожидаем, что этот опыт свершится, то наше чувство гаснет. Можно так сказать? Да. А что ещё может разрушить любовь? Хромакей и Ютуб. Каким образом я будешь даже сказать, спросить? Ну, вот ты блогер. Тебе нужно записывать видео, а для записи видео несколько часов нужно. То есть трудоголизм убивает чувства? Ну, есть и... Нет, и не только. А потом ты чуть ли не мёртвый ложишься в кровать и просишь никого не трогать. Или там стоит, допустим, девушка, а ты снимаешь, ты там занят, да? Иди, погуляй со мной. То есть она может обидеться, и получается, что любовь ещё разрушается, если недостаточно сил и какого-то здоровья. Внимание. Да, и внимание, если не дают. Ага. А как вы думаете, если у вас плохое самочувствие, настроение, это как-то отражается на чувствах и отношениях между людьми? Естественно. Бывает, да. Это всегда. Когда ты получил пять двоек за день, 833 тройки за неделю, то вряд ли у тебя будет очень хорошее настроение. И будут проблемы дома, да, в отношениях с любимыми и близкими. Согласна. Есть такой феномен, тоже наблюдала в своей жизни. И тогда, если вот мы поговорили о том, что разрушает чувства, что их питает? Что вот помогает сохранить отношения между людьми, такие близкие, тёплые? Внимание к тому человеку. Вот у меня я несколько минут на сайте рассказывала про Марка. Того, которого я всех поцеловала. И чтобы сохранить наши отношения, у нас мы переехали в другую школу, и там было далеко ехать. Мы перевелись. Но до этого, чтобы сохранить чувства с этим Марком, мне приходилось то, что, типа, у него же было ещё два лучших друга, Макс и Лёха, у него были лучшие друзья. И если кого-нибудь там из них не было, то я им угрошала, что я их убью. То есть ты таким напалмом, да, держала всё напряжение, чтобы не расслаблять мальчики и твой ухажёр? Бедные мальчики. Да, я думаю, что они могли за себя постоять. Да. Не, вы не представляете, я один раз свою подругу за руку взял, держу, да, а она такая... Я подумаю, рука везде болела. Нет, это плохо. Знаете, по вашему описанию такое ощущение, как будто девочки иногда проявляют очень мужественную силу, а мальчики как будто рыбеют. Ну, потому что я же не ударю, блин, девочку. Мама меня учила, нельзя бить девочек. Я согласна с этим. Девочек никто такому не учит, и нам никто такого не говорил. И всегда заступайся. И как только меня этот Марк взбесил, я начинаю сначала за ним гоняться, как торпеда, а потом такая Кристиня, такая, так, все, уже не смерти, ты задохнуешься. А он такой стоит, так, бить девочек, ай-яй-яй. Мама потом будет, ай-яй-яй. И получается, нужно девочек тоже учить, да, не бить мальчиков. Да. Я считаю, если девочка тебя ударила, это уже не девочка. Есть такое мнение, такая позиция. Тогда исправим правило, никому нельзя бить друг друга, как бы не хотелось, нужно уметь, да, себя сдерживать и как-то диалог выходить, в котором можно разрешить какие-то конфликты, напряжения выразить конструктивно, через речь, а не через физическое воздействие. Ну, вот, например, вот ты здоровишься, и тебе девочка, пошёл нафиг. Да, иногда у него. Вот с того момента это больше не девочка. Ты теряешь к ней чувства. Тебя ударили, всё, это не девочка уже, это не человек уже. Это мальча-девочка, это мальча-девочка. Ты теряешь уважение, да, к человеку и обезвлечивание. Ну, это твоя реакция, на самом деле. Плохо, если мы ставим крест на человеке. Классная и более какая-то взрослая позиция, когда мы можем понять, почему он себя так ведёт, и договориться с ним в отношениях, вести себя иначе. Так, давай я тебе сотку, а ты меня не трёгай. Нина, ты раскрываешься с абсолютно другой стороны в нашем подкасте. Так по тебе и не скажешь, что у тебя такой характер яркий, буйный. Ага, и тогда вопрос в связи с этим. А есть такие отношения и такие чувства, которые лучше вот как раз-таки завершать и хоронить? Вот бывают такие ситуации, где как бы ты не любил человека, нужно ставить точку, расставаться, потому что это как будто не про любовь, хотя и есть любовь. Да, например, или вот как Нина, которая тебя бьёт. Арбузеры и лицемеры. Стоит ли сохранять тогда отношения, как ты сама думаешь, на месте этого мальчика, вот как ему этот опыт вообще был? Стоило ли его поддерживать и развивать дальше? Что бы ты сама сказала? Слушай сюда, ещё раз ты подойдусь ко мне, ещё раз, я всех твоих брятанов туда, куда ты... Одной левой положу. Туда, куда и ты отправишься через неделю. Согласна, что есть какие-то модели поведения и какие-то проявления к нам, которые может человек назвать любовью, но это не она. Да. Вот для меня это насилие, то есть если человек когда-либо вообще мне очень сильно нахамил, как-то оскорбил, меня обозвал или, не дай бог, там замахнулся, потому что меня никто никогда не бил. Для меня это всё не про любовь. Как бы он меня потом не убеждал в обратном, не раскаивался, как бы не извинялся красноречиво, для меня этот человек никогда не будет выглядеть как любящий меня человек. Да. Ну вот то, про что я говорила. Да, супер. А есть ещё какие-то такие моменты, по которым вам понятно, что это не любовь? Даже если она вот так вот когда-то выглядела и так называлась. Он не обращает на тебя внимания, у меня было такое, мне три мальчика в школе нравились. Такая любвеобильная девчонка, да? Да. Классно. И он тоже был белобрысый, он покрасился. И он уехал на пять месяцев из школы. И как только он приехал, а мы с ним пять месяцев не виделись, он не писал, ничего там такого не делал, даже в группу не писал, в нашу общую. Ни привет, ни пока. А я скучаю, и такая, так когда он вернётся? Мне потом друзья сообщили, что он, ну, вернётся. А я такая, когда он возвращается, у нас там была зарядка по экрану, и я такая, бегу, ну чё, здорово, как жизнь, как сердцебиение, как кровообращение. И потом он опять вступил в компашку с пацанами. Но ты его уже не смогла принять обратно, скорее всего, да? Можно, можно, можно скажу. Давайте, допустим, мне девочка нравилась, и вдруг появляется футбольчик в твоей жизни. Понимаю. И вдруг я начинаю проводить больше времени не с девушкой, а просто с мальчиками, там, каждую перемену. В своей какой-то жизни, да, которая для тебя актуальнее и интереснее. Да. А была ли тогда эта любовь, если ты так легко переключился и как-то позабылась девчонка? Не знаю. Но потом ты всё равно вспоминаешь, а у меня аж, оказывается, подруга была. А когда ты вспомнил, постесняюсь спросить. Спустя месяц. Ого. Она за это время не пыталась тебе рассказать, как ей неприятно, что ты так себя ведёшь? Нет. То есть не проявляла инициатива по восстановлению связи, да? Нет, я сам вспомнила. Я такой человек, который сам вспоминает спустя много времени. Ну, спасибо, что ты не через год о девчонке вспомнил своей, через месяц всего лишь. Но я думаю, что там тоже отношения завершились, да? А она простила тебя, приняла обратно? Естественно. Хорошая самооценка, потрясающий выбор. Я же ведь такой красивый. Умный, талантливый, творческий, да? Да. Ага, спасибо, Кирилл. Я два года проучилась в школе, а когда она из школы переехала, я ещё там проучилась месяц. А я все два года такая с девочками тусуюся, и типа там мальчиков я почти вообще не замечаю. А как только наша школа переехала, девочки там стали такие нудные, они грустили. А я такая, что мне с этими нудилами, можно так назвать? Я очень надеюсь, что они не послушают этот подкаст. Твоя бывшая одноклассница. Они стали скучать, у них там было плохое настроение. А я такая, что мне с ними играть? И любовь к ним прошла, да? А я такая плюнула на них, и там пацаны носились на переменах. Я такая, а что мне не с ними потуситься? И я такая, довольна, я иду туда, хоть меня никто туда не звал. Я такая, я с вами. И получается, что любовь ещё дольше живёт и ярче разгорается там, где люди на волне наших интересов, где единомышленники есть, они поддерживают наши идеи. И как только я начала с ними учиться, я же потом приехала в новую школу, и у меня есть подружка Ева. Мы с ней тоже хорошо знакомы. И она, я как поняла, она занималась капуэрой, боевым искусством. А я в тем временем занималась на танцах. Ну, там, современный, классика, гимнастика, акробатика, актёрская. А у нас была ещё капуэра. А потом наш учитель Павел Валерьевич ушёл. И мне как-то без этого урока, боевого искусства, просто надоело быть на танцах. Я как-нибудь хочу просто сказать танцем «dos видос амигос» и вот так просто потопать к своему самому любимому учителю Павелу Валерьевичу. И получается, что любовь, она может быть ещё и к тому, кто нас обучает чему-то. Да. И прививает какое-то знание, какую-то пользу нам несёт, что у нас больше чувств к тому, кто нам даёт какие-то ресурсы важные и делает нашу жизнь лучше. Да, я согласна. Извините. Ну, это вот точно теперь подтверждение о том, что я мальчиков люблю, потому что, ну, мне любой пацан из класса что-то помогает делать. Ага, ну, получается, что это же дружеское, товарищеское чувство такое. Да. Мы очень много сегодня поговорили о том, как любовь разрушается, как её поддерживать, что вообще питает вас чувства. И сейчас хочется задать последний вопрос на эту тему. Что для вас является эталоном настоящей любви? Есть ли у вас какой-то пример пары? Возможно, это ваши родители. Или это какие-то герои фильма, комиксов, какие-то творческие медийные люди, которые освещают в каком-то публичном пространстве свои отношения. Вот есть ли у вас такой пример настоящей любви? У меня есть любимая певица Полина Гагарина. И мировой тур, она озвучила Рокси, новую персонажицу. Она была такая чёрная, мерзкая. А я такая, она мне зашла, как и свинка Пепа. И это был какой-то эталон любви к Полине Гагариной, что чтобы она не делала, это гениально, прекрасно. Да. Хорошо, а в вашей семье какие такие модели проявления любви вам близки и дают вам какое-то такое вдохновение и силу? Есть такие вообще какие-то моменты, где вы видите и такая, ой, как это красиво, когда люди любят друг друга? А тогда родители любят их. Все родители мира любят друг друга. А как это проявляется? Заботой. Заботой? А в чём? Вот можешь такую какую-то картинку, образ рассказать? Мой папа, как я и говорила, помогает уложить моего брата. И когда он так каждый вечер делает, ты понимаешь, что он любит вас, да? Нет, она понимает, что он любит брата. Нет, я понимаю, что он любит меня и сестру. Потому что каждый сон укладывается так. Папа, я не буду спать! А ну-ка спать! То есть вот такое терпение, да, по отношению к другому является каким-то тоже критерием того, что человек любит. Терпение, внимание, эмоциональные вложения, помощь, общие интересы, какие-то подарки мы сегодня называли как проявление любви. Знаете, сколько бы ни говорили мы на эту тему, всегда будет что-то невысказанное, что-то неучтённое, потому что любовь, она вот сколько человек живёт, столько и существует с ним. И это самое, наверное, для меня прекрасное чувство, которое нас и возводит на какие-то вершины эволюции. Поэтому предлагаю на сегодня этот подкаст завершать. Спасибо большое слушателям, что были с нами. С вами были Женя, Кирилл, Нина. Услышимся в следующий раз. Адис. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»